Воздушно-десантным войскам страны 84 года. В Мурманске день ВДВ незамеченным для горожан, как обычно, не остался. Машины с флагами и люди в голубых беретах наполнили улицы города. Торжественный митинг состоялся у монумента «Разбитое сердце». На митинги памяти не скажешь, что день ВДВ один из самых разудовых праздников в году. Отмечать его принято так, чтобы впечатлений не хватило до следующего 2 августа. Наших десантников учить отрываться точно не нужно. А вот чего им не хватает, так это фонтанов. Впрочем, уже в будущем году водных монументов в городе станет на три больше. Праздник замечательный, торжественный, немножко грустный. Воздушно-десантные войска – это гордость и слава российской армии. И тысячи мурманчан, десятки тысяч, службу в армии связали с этими замечательными войсками. Председатель регионального отделения «Союз десантников России» Василий Буров считает, что настоящий представитель такой профессии никогда не ударит в грязь лицом. Заборы подпирать не будет, бойцовские навыки демонстрировать не станет. Да и вообще вся слава о гулянке на широкую ногу – большое преувеличение. Те, кто служил в ВДВ, они все эти традиции знают, они их чтят и они их соблюдают. То, что происходят непонятные вещи, на которые якобы все это сваливают на десантников, это я могу дать 100% гарантии, что это ряженые люди. Десантник – это вообще вежливый человек. И это было доказано недавно. Что такое вежливые люди, мы все знаем. Но в некоторых городах в этот день принято заметно усиливать дежурство патрульных полицейских, а фонтаны и вовсе отключать, дабы избежать материального ущерба. У нас к таким мерам прибегать не стали. Недавно установленное водное сооружение на Семеновском озере работало без перерыва. Ну, нас все называют войсками дяди Васила. Ну, этот день, он полон патриотизмом. В этот день люди видят наше боевое братство. День воздушных десантников давно перерос исключительно профессиональный праздник. У памятника «Разбитое сердце» в Мурманске ежегодно 2 августа, помимо голубых билетов, собираются ветераны Великой Отечественной, да и просто неравнодушные. Отец погиб на фронте, не вернулся, восьмерых детей оставил. Вот и все. А сюда приходите зачем? Зачем? Чтобы помянуть всех павших. Многие из присутствующих замечают, служба в армии, а тем более в десанте, навсегда изменила их жизнь. Есть и те, кто прошел в горячей точке – Афганистан, Чечню. Молодым ребятам пришлось полегче. Но и те, и другие каждый год достают из шкафов знаменитые береты и заботливо сохраненную форму. Я каждый год прихожу, каждый год празднуем, каждый год встречаемся с друзьями, вспоминаем. Завершился митинг возложением цветов. Ну а на пересечении Кольского и Беринга десантники организовали уже более масштабный праздник – солдатской кашей, большим концертом и показательными выступлениями.